Приветик всем. Вот я хотел сделать интересное видео. Я его назову так. Постоянная занятость в США. Вот я сейчас делал там какие-то бумаги, писал, и я заметил это. Что такое постоянная занятость? Это когда людей постоянно держат занятыми какими-то делами, даже если это бесполезные абсолютно дела, только для того, чтобы их держать занятыми. Это в США просто везде, повсеместно, и, по-моему, так же, как и многие другие вещи, остались со времен рабства. Что это за стратегия? Это стратегия, то есть я как только приехал туда, я сразу же заметил, что, например, в школе там задают громадное количество домашней работы при низкой эффективности этого всего. То есть задают просто бесполезную работу для того, чтобы человек был все время занят. Вот это там повсеместно и везде. Если вы заметите, вот когда там... Ну, что для тех, может быть, кто там был, но, по крайней мере, для тех, кто не был, я скажу. Там, когда общаешься с людьми, люди постоянно заняты. То есть вот одна из характеристик, образом говоря, фашизма, это когда люди не думают и просто делают. Так вот, в Америке очень распространено тот факт, что люди делают и не думают то, что они делают. То есть вот когда люди там постоянно заняты, они не думают, что это им насаждает общество, они наоборот вроде бы как думают, что это они сами. Они подхватывают то, что общество их на это толкает, и вроде бы делают это, даже не думая, что они это делают. То есть если ты им скажешь, что, слушай, ты постоянно занят, ты же, у тебя, к примеру, пошли куда-нибудь там, вот в России легко, да, пошли поедим или поделаем чего-то, тут народ моментально идёт куда-то, что-то делает. Вот. А там никогда невозможно ни с кем ничего сделать, причём я даже не говорю о каких-то вот вещах, когда пойдёшь куда-то, что-то делаешь, а просто даже вот это мешает даже их работе. Вот как с кем там не общаешься, то они всё время куда-то бегут. Вот бегут, они заняты, и тут ещё элемент того, что они показывают свою важность над тобой, правильно? То есть они для тебя слишком заняты. Если ты их попросишь чего-то, не дай бог, сделать, даже если ты им заплатишь, нет, у них более важные дела, чем то, что ты попросил, и они это делают не так во всем, и в конце концов ничего абсолютно не делается, даже нужного, потому что эта система жутко неэффективна. Но эта система у них везде. То есть как будто самое опасное, что может произойти в США, это когда человек сидит без работы. Вот они это избегают любым путём, поэтому там так сложно... То есть ты вроде бы чувствуешь себя виноватым, если у тебя есть какое-то свободное время, потому что ты должен всё время себе искать какую-то работу, или тебе её задают, и она абсолютно бесполезна. И ты думаешь, господи, опять какую-то чушь её. Ну, по крайней мере, это я думал, потому что такое впечатление, что опять же, в основном народ даже и не понимает этого. Но что происходит? Естественно, это тактика контроля над людьми. То есть когда ты людям не даёшь... И опять же, не то, что над тобой постоянно кто-то стоит и говорит тебе делать, но американское общество подсознательно и психологически всех толкает на это. То есть избежать это невозможно. Ты не можешь там находиться и не испытывать это на себе, вот это постоянное толкание на работу. Оно тебя не может. Ты не можешь просто, как сказать, сидеть там и обойти это мимо. Это касается всех. Там на тебя действует постоянно вот это общественное давление. Во-первых, естественно, несколько вещей из этого вытекают. Первое, это то, что человек не получает удовольствия ни от чего, потому что у него такое чувство, когда ты делаешь что-то, кроме работы, что ты должен работать. И неважно, что ты делаешь, у тебя какое-то виноватое чувство. Естественно, там многое связано с химией. У тебя такое виноватое чувство, что любую вещь, которую ты делаешь, кроме работы, ты даже и не наслаждаешься ей. То есть у тебя отнимают, вот, например, в России я наслаждаюсь простыми вещами, такими, как прогулка куда-то, когда я ем какую-то вкусную еду. А в США еще, естественно, связано с этим то, что они еще частью убирают любые радости из жизни таким образом, что у тебя даже, тебе даже и нечего делать, кроме работы. У них вот, например, просто так вещи построены, что даже и нечего делать, а то, что есть делать, ты даже и не хочешь делать, потому что тебе настолько не нравится. Гулять там противно, ходить куда-то там противно, общаться с кем-то противно. Естественно, все, что остается, это просто работать, и это специально у них так сделано. Потом, когда человек занят, то он не способен, к примеру, с другими поговорить, объединиться, то есть каким-то образом прервать этот строй. То есть эта стратегия сделана для поддержания вот этого строя. И как я еще раз сказал, это стратегия из рабства. Сто процентов. У них, я только вот, ну, я думал об этом раньше, что многие повадки, вообще то, как делают вещи в США, чисто из рабства, созданы хозяевами над рабами. То есть там к людям относятся не как к людям, а как к рабам. Рабам нужно их держать занятыми. То есть многое по плану Гитлера на Восток, как это там назвало, Ост-план или какой-то. Когда у него были планы над восточными территориями, что делать с этими людьми? Так вот, многие элементы этого плана, они имплементированы или воплощены в жизнь. Так, здесь что-то летает, какой-то это самое, язык открытого окна. Вот, они воплощены в жизнь в США. То есть люди должны постоянно вкалывать, они не должны получать ни от чего удовольствия, они не должны говорить об этом. Им не нужно, понимаете, как-то их все время разделять. Там разделенное общество, что, боже упаси, если два человека или там какие-то найдут общий язык или сформируют какую-то группу, это уже опасно. Вот, образовывать этих людей не надо. Надо, чтобы они постоянно работали, надо, чтобы они не объединились, и главное, чтобы они не поняли, что они рабы и не поняли вот эту систему. Вот это опасно. Вот, поэтому постоянно там в США держат людей занятыми. Ну вот, увидимся в следующем видео. Пока. Пока.